Умер журналист Сергей Доренко. Причиной, возможно, стали проблемы с сердцем. По предварительным данным, во время езды на мотоцикле у него случился приступ. Он не смог удержаться и упал. Сергею Доренко было 59 лет. Умер Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС, журналист попал в ДТП на Садовом кольце. Он потерял сознание во время управления мотоциклом и врезался в бетонное ограждение. Его экстренно госпитализировали, однако врачи скорой помощи спасти Доренко не смогли. Сергею Доренко было 59 лет. Подробности. Сергей Доренко родился в 59 году в Керчи в семье военного. Он окончил историко-филологический факультет РУДН. В течение почти 9 лет работал переводчиком сначала с делегациями из Латинской Америки, а затем в Анголе. После службы в армии Доренко пришел на телевидение. В 91 году он редактор службы внешних отношений центрального телевидения и ведущий программы «120 минут». С 91-го Сергей Доренко работал ведущим и обозревателем на РТР, ТВ6, НТВ, РЕН-ТВ и ОРТ. В 96-м году он назначен первым заместителем главного продюсера дирекции информационных программ и ведущей программы «Время». С сентября 99-го по сентябрь 2000-го он ведущий авторской программы Сергея Доренко. В этом качестве журналист получил всероссийскую известность и прозвище «Медиакиллер» за несколько резонансных выпусков, в частности посвященные мэру Москвы Юрию Лужкову и подлодке «Курск». В течение 10 лет Доренко почти не появлялся на телевидении. В 2012-м он завел видеоблог на Ютьюбе. Год спустя стал главным редактором радио «Русская служба новостей», а в феврале 2014-го Доренко возглавил радиостанцию «Говорит Москва». С появлением телеграм-каналов Доренко стал одним из самых популярных авторов русскоязычной благосферы. А вот что о себе говорил сам Доренко в беседе с Юлией Меньшовой в программе «Наедине со всеми» в 2015-м году. Поймите, я на сцене, когда играю, я взрываю границы, в том числе в качестве эксперимента. Это же бывает творческий эксперимент. Когда я с вами разговариваю, я стараюсь быть честным. Потому что, когда ты работаешь на сцене, ты бываешь... А в чем вы сценой называете любое публичное пространство? Это же не буквальная сцена, вы же не актер? Потому что я чувакулитка, я прячусь, я по жизни прячусь, я сижу тихо, я нигде не бываю, нигде не тусуюсь, нигде не появляюсь. Потом я выхожу на сцену, когда вообще, в принципе, когда я покидаю подъезд, не знаю, квартиру, дом, это уже сцена, уже начинаю играть. И вот там, если я наедине с собой, с микрофоном, я пытаюсь ставить эксперименты. То я нахал, то вдруг наоборот робкий какой-то человек. Я пытаюсь найти разные роли. О том, чем запомнился Сергей Доренко, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Запомнился очень ярко. Был и радиоведущим, и энергичен всегда был. Так что он не давал заснуть ни одному радиослушателю. Ну и когда телевизионные передачи, тоже это здесь очень звучало. Может быть, немножко он был рисковат, но это надо, потому что другие могут быть слишком мягковаты. Это его стиль был, у него был свой стиль. Многие журналисты хорошие, но как-то они могут не очень выделяться друг перед другом. А здесь собственный стиль. Я не знаю, кого к нему приравнять. Очень талантливый человек был. И как диктор, как автор, как ведущий, как аналитик, как политолог. И как личность. То есть он всегда выступал. Это вот такая его манера говорить. Громко он говорил. Он в любой передаче сразу было видно. Вот пришел Сергей Доренко. Поэтому очень жаль, что такой человек еще 59 лет, еще, можно было говорить, и 69, и 79. И вдруг вот так вот. Поэтому очень сожалеть можем, поскольку он занимал одно свое собственное место, на которое сегодня нету конкурента. Он был вне конкуренции. Это было именно его, Доренковское место в радио, телеэфире. Поэтому его будет нам не хватать. Владимир Жириновский. А вот как прокомментировал гибель Сергея Доренко, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Сергей Доренко был и, наверное, останется в памяти очень многих, как ярчайший, очень дерзкий, очень неординарный, иногда очень противоречивый журналист. Но талант его, как телеведущего, как радиоведущего, он, конечно, выше был всегда тех противоречий, которые возникали у него и с журналистскими коллегами, и с журналистами, и, может быть, с гражданским обществом, если так можно говорить. Он был очень своеобразен. Его игры с олигархами, его зачастую такой вот, знаете, он напролом шел в оценке тех или иных событий, в отстаивании тех или иных людей, их позиций. У меня не раз с ним были дискуссии в открытом эфире, очень жесткие, с очень, может быть, такими даже полунецензурными высказываниями, но мы с ним общались долгие годы, и я хочу сказать, что он реально талантливый журналист, он своеобразный журналист. То есть это человек, который оставит и свое имя в истории журналистики, и оставит свое творчество в истории журналистики. Павел Гусев. Говорит писатель, журналист и телеведущий Игорь Виттель. Мне очень трудно говорить, потому что у нас с Сергеем Ильичем были очень непростые отношения, но это был фантастический талантливый человек, мне очень трудно говорить, что он был. И единственное, что в этой ситуации может порадовать, что это было, судя по всему, только мгновенная эсперция. Ничего больше я сказать не могу, потому что словки. Соболезнования близким и родным Доренко также выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Погиб Сергей Доренко, талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Погиб, как жил, на крутом вираже. Страшно жалко, как будто что-то потеряно, безвозвратно, написал мэр в Твиттере. Продолжение следует...